Любовь к лошадям Урима Малихова с раннего детства. Обучаясь в школе, он уже работал с ними, был дежурным в своей деревне, где возил продовольствие. Проработав всю жизнь в городе, он все-таки вернулся к делу, связанному с лошадьми. По его словам, здесь, среди них, он находит свое спокойствие в этой нелегкой жизни. Фирму он основал 10 лет назад. На тот момент в хозяйстве было всего 7 кобыл. На сегодняшний день имеется где-то 150 единиц скота. Это 100 лишних голов лошадей, быки на корме, коровы. Производим ежедневно где-то 150 литров высококачественного кумыза. Восхищению маленьких участников встречи не было предела. На ферме Римма Мунировича дети и их родители смогли своими глазами увидеть целую систему сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день, если честно сказать, сельское хозяйство стало не только производством продуктов, но и политикой. Поэтому мы, россияне, должны уметь выращивать свои продукты у себя, на родной земле. Дети очень аккуратно отнеслись к лошадям, очень симпатично смотрят на них. Мне кажется, сегодняшняя поездка детей с папами даст свой результат, свой эффект. После знакомства с фермой гости отправились дегустировать готовый продукт, который производится в домашних условиях. Каждый по достоинству оценил вкус и качество кумыза и остался довольным необычным времяпрепровождением. Поездка очень понравилась. Я покормил лошадей, коров с сахаром. И поездка как бы вообще прикольная такая. Кубыс попил, вкусный очень, ну такой кисленький немного. Нас предупредили, что есть два вида кумыза. Один алкогольный, содержащий, есть, который слабо алкогольный. Ну почти что не содержит безвредный для водителей. Так как я за рулем, я пью безалкогольный. Ну а также еще нас предупредили о его свойствах, благоприятных, которые помогают на работе желудочно-кишечного тракта. Вот сейчас проверим, испытаем на себе. Полезная и веселая поездка в деревню Новоурозаева стала первым опытом загородных мероприятий и союза отцов. На этой встрече было предложено множество интересных идей уже для дальнейших собраний детей и отцов, которые в скором времени, вероятно, будут реализованы. Анастасия Кайгородова, Артур Мерзагитов, информационная программа «Ежедневник».